Вообще, то, что произошло в последние дни, а именно вот этот экспериментальный запуск ракеты средней дальности «Орешник», которая ударила по Южмашу холостыми болванками, произвел на путинскую медийную политическую обслугу совершенно магическое воздействие. Орешник в их воображении пристал как какой-то былинный богатырь, который способен сокрушить всех врагов, разогнать всех злых духов, а также поднять потенцию у всего мужского населения России, а у женского пробудить немедленное желание родить массу богатырей, тем самым укрепить оборонную мощь России. Одним из первых симптомов Орешниковой эпидемии проявились у Сереги Десантника, который возглавляет фракцию «Справедливая Россия» в Государственной Думе. И вот он как раз явился на службу в майке с изображением Путина и с надписью «Крепкий Орешник». Таковую деталь своего туалета стал всем демонстрировать. Какая у вас футболка? Красивая. Как вам в такой футболке ходить? А можно приоткрыть костюм немножечко, чтобы крепкий? О, супер! А где заказали, где взяли, где купили? Секрет? Секрет! Ой, секрет, говорят. Секрет. Рекламы не будет. Значит, и меня. Секрет. Ну, тут я думаю, что есть смысл напомнить, что господин Миронов, он руководитель фракции «Справедливая Россия», оппозиционная она считается партией, поэтому, конечно, портрет Путина на пузе у него выглядит чрезвычайно уместно. Но надо сказать, что быстрота реакции и сообразительность Сереги Десантника не прошли незамеченными, и он удостоился личной похвалы спикера Володина, который призвал всех брать с него пример. Такой недобросовестной конкуренции не смог стерпеть еще один видный оппозиционер Геннадий Зюганов, который, правда, не успел надеть на себя белье с портретом Путина, но зато выступил с несколькими важными инициативами по увековечиванию названия «Чудо-ракеты». Название «Удачное» знает, что в русской мифологии это означает то, что отгоняет злых духов, и получить на орехи вовремя, поэтому мне это симпатичное название, оно приживется. Я думаю, 21 ноября скоро назовут День Орешника, и вам придется за это голосовать. Замечательная инициатива. Ну, в отличие от суетливых думцев, вечерний звон, человек с серьезными намерениями, он тут же вознамерился немедленно ударить Орешником по Америке, ну, а точнее по Аляске. Для администрации. Орешником мы до США не достанем. Орешником мы будем засевать цветущий сад Барреля. А почему вы не достанете? Ну, Орешником не достанете до Соединенных Штатов. Вы настолько плохо знаете географию. Ну, если только с другой стороны. Вот ты смотри, догадался. В север. Таки да, таки можем доехать. А вот здесь немножко другая вещь. А что, вы же нам сами рассказывали, где там у американцев основная стратегическая база военно-воздушная? Ну да, на Аляске, на мысе сама. А у нас сколько до туда километров? Километров 60. На велосипеде можно? Ну, да, на лодочке. Орешник в платье? На лодочке. По льду? Да, там 14-я армия, по-моему, размещалась, да? Должна была. А здесь надо 5000 километров. Так вот, когда... От Аляски 5000 километров и вполне комфортных условий можем... Нет, вот главное... Главное... Конечно, жалко, что мы лишаемся удовольствия посмотреть, как Маргарет Симонян преодолевает на велосипеде Беринга в пролив. Ну, да ладно. Вообще, на самом деле, каждое выступление этих персонажей по телевизору вызывает большие сомнения, что они когда-то учились в средней школе. Но, в целом, я думаю, что было бы большой ошибкой судить обо всех 140 миллионах россиян по медийной и политической вывеске. По всем этим Мироновым, Зюгановым, Соловьевым, Симонян и так далее. Просто пропуском в телевизор и в политику в путинском рейхе с самого начала стали холуйство, беспредельная гибкость позвоночника и полное отсутствие совести. В некоторых случаях к этому прилагаются какие-то достижения в профессиональной сфере. Например, в области художественного творчества, в науке или в военной карьере. Там в телевизоре бывают всякие генералы, всякие ученые, всякие артисты, которые когда-то даже что-то могли сделать в своей профессиональной сфере. А иногда вообще ничего не надо. Хватает только перечисленных качеств. Гибкого позвоночника и отсутствия совести. И тогда мы имеем особый типаж телевизионного обитателя. Промокашку. Способная только собирать грязь и выплескивать ее в эфир. Вот такой типичный промокашка это Алексей Мухин, который называет себя политологом. Потому что мы считали ее братским народом. Помните, президент долгое время говорил, что мы братский народ. Он сейчас, я уверен, говорит, если оказия происходит. Но из Украины сделали не... бомбу сделали просто. И нам ее бросили в лицо. Да, в какой-то степени это было такое изумление, с которым мы, возможно, не сразу справились. Вот понимаете, промокашка Мухин и ему подобные, они устроены очень просто. Они чужды рефлексии. Не в состоянии соотнести даже начало собственной фразы с ее концом. И понять, что сначала выдумать, что в Украине живет братский народ. А теперь ныть и изумляться, что этот народ оказывает им сопротивление. И это вызывает у них отореп, вызывает удивление. Это как минимум признак неадекватности. Ну, именно такие промокашки, как Мухин, с таким внутренним миром амебы и нужны в российском телевизоре. Пороху, конечно, не выдумают, новых идей не выдвинут, но в массовке сгодятся. Очень редко, в порядке исключения, в эфир попадают люди с умом и достоинством. Ну, вот как просто пример того, что такие люди сохранились. Потому что иначе, как их увидеть? Эти люди, которые умудрились сохранить вот такие качества, как умодостоинство, посреди путинского рейха. Их практически никогда нет на государственных телеканалах. Там фейс-контроль очень строгий. Значит, такой человек не может категорически появиться у Соловьева, у Скобеевой. Максимум на каком-то унылом и низкорейтинговом общественном телевидении России. Как это недавно произошло с членом Союза кинематографистов России Алексеем Федорченко. О соцзащите от пропаганды Child Free, созданного отказа от деда рождения. Также Минкультура разрабатывает законопроект о запрете фильмов, не соответствующих, так скажем, традиционным ценностям. Как вы считаете, насколько пострадает кинематограф от таких ограничений? Ну, с моей точки зрения, кинематограф вообще страдает от цензуры любой. А это цензура, которая запрещена Конституцией России. Но, на ваш взгляд, нынешний кинематограф, он может научить плохому или нет? То есть, возможно, в каких-то фильмах и нужна та самая цензура? Не это главное. То есть, не кино учит плохому. Можно ли вообще через кино привить человеку нежелание, например, иметь ребенка? Да нет, конечно. То есть, это не зависит от того, что человек смотрит? Но вообще кинематограф, у него есть такие силы воспитать в людях доброе, так скажем, вечное? Я думаю, что кинематограф должен быть. Воспитывает в основном не кинематограф, а все-таки семья и книги. Надо читать, надо читать детям, надо, чтобы они читали много. А кино – это уже вторично, это уже наносное. Ну, вот такое явление, такая вот, я бы сказал, белая ворона в российском телевизоре – это скорее исключение. В отличие от промокашки Мухина, Федорченко добился признания в профессии. Это лауреат многих международных премий, один из тех людей, которые создают кинематограф третьего тысячелетия. По признанию, кстати, зарубежных коллег. Отсюда его олимпийское спокойствие, олимпийская же краткость, неготовность к малейшей конъюнктуре. Видно, что не гнется, не ломается человек, который совершенно спокойно равен себе. Но такие люди попадают в эфир, в российский эфир, скорее по ошибке. Зато такие, как Маргарита Симоньян, они не просто не вылезают из федеральных эфиров, но и создают в них правила поведения. При этом мозгов там не больше, чем у промокошки Мухина. Люди подходят на улицах, естественно, мы все узнаваемые же люди, и спрашивают, что, когда это все кончится, чем это кончится. Я 20,5 года отвечаю одно и то же. Я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать, пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся. Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин останавливаться. Вы чувствуете глубину мысли, почему они не остановятся? Потому что у них нет причин останавливаться. Там есть еще, вообще, когда Маргарита Симоньян начинает рассуждать про заднюю, значит, это, вот на этом можно слушать примерно так же долго, как смотреть на огонь и, так сказать, на другие подобного рода вещи. Она очень любит про Путина говорить, что Путин не даст заднюю, потому что он никогда не дает заднюю. А вот они дадут заднюю, потому что, ну, в общем, короче говоря, вот разговоры про глубокомысленные рассуждения ни о чем, что война когда-то кончится, но пока непонятно когда и как. Вот, ну, в общем, короче говоря, это этими рассуждениями Маргарита Симоньян заполняет львиную долю аналитических программ. Помимо геополитической аналитики Симоньян про заднюю, кто когда и кому ее дает, россиянам вливаются в мозги мегатонны цинизма и цинизма и лицемерия. Как это, например, делают вечерний позвон и украинский предатель Игорь Марков. «Эти женщины и дети. А у нас кто? Мы поэтому и не воюем с женщинами и детьми. Мы и не воюем. А сколько женщин? А в украинской армии сколько женщин идет убивать нас? Ну что же, там же женщины и дети. Вот они же могут быть рядом с портом. Поэтому давайте не бить походу. Честно говоря, украинские нацисты запустят отношения. Мне наших жалко. Нет, а всех жалеть не надо. Ну вот, когда Соловьев говорит о том, что мы не воюем с женщинами и детьми, то как-то сразу вспоминается длинный-длинный перечень, который буквально каждый день появляется. Вот Львов погибли мама и три дочери. Кривой Рог тоже мама погибла и трое детей. Глухов вот совсем недавно погибла мама и ее двое детей. И это вот почти каждый день. Не воюют они с женщинами и детьми. Ну и вообще в целом, вообще вот эта риторика, что вся эта война для того, чтобы защитить народ Донбасса, защищать и освободить Донбасс. Давайте посмотрим сейчас, как выглядит вот этот самый освобожденный Донбасс. Вот это дорога на оккупированное Селидово. Так выглядит освобождение Донбасса в понимании психически ненормальных российских шовинистов. Вы видите ни одного практически целого дома, ни одного живого села. Все уничтожено российской армией. Все превратилось просто в бесполезный строительный мусор. Я не знаю, как будет дальше, но пока трудно себе представить, что сюда вообще вернется каким-то образом жизнь. Потому что ведь помимо того, что здесь сплошные руины, только на разминирование и расчистку всего этого уйдут годы. Я не понимаю, как нормальный, здоровый человек может всерьез этому радоваться и считать это помощью Донбасса. Просто несколько цифр. На сегодняшний момент на территории региона, того региона, который называется Донбасс, проживает 525 тысяч человек. То есть почти в 4 раза меньше, чем до полномасштабного вторжения. То есть Донбасс до того, как Путин и Россия пришли его освобождать и защищать, это был процветающий край. Это были зеленые города. Это были сады. Это были розы Донбасса. Это были парки Донбасса. Это была цветущая степь. То есть на самом деле эти люди пришли защищать цветущий край и оставили вот это. То, на что страшно смотреть. Сплошные руины. Вот что такое русский мир. Просто вот то, что мы сейчас с вами увидели, это и есть русский мир. Нормальный его облик. А пропагандисты продолжают врать, продолжают рассказывать небылицы. Врать прежде всего про русскую землю. Мы видели, что такое русский мир. А теперь послушаем, что говорит Соловьев тот же самый про священную русскую землю. Еще раз, вот отдельно. Вот отдельно хочу, чтобы это внимание было сосредоточено. Прекратите затягивать в российское информационное поле абсолютно ложную повестку. Каждый раз, когда я слышу, что вот есть удары по классической русской территории, а есть по новому. Нет такого определения. Есть конституционные, четко прописанные территории Российской Федерации. И каждые пять нашей земли свято, где бы она ни находилась. Запорожье, Херсонщина, Донбасс, Курск, Белгород, Подмосковье, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск. Это все священная русская земля. И разделять вот сюда можно бить, а сюда нельзя? Не надо. Завтра напишут, что Париж исконно русский город. Напишут это в тряпку, в которую превратилась конституция. И будут говорить о том, что это вот священная русская земля. А в это время что происходит в самой России? В это время курс российской валюте на рынках впервые с середины марта 1922 года снизился до почти 115 рублей за доллар. Евро до 120 рублей за доллар. Впрочем, Песков даже, казалось бы, как будто рад этому обстоятельству. Я поднялся. Вы зарплату в какой валюте получаете? Я покупаю, в сожалению, в несчете на доллары. И продаю на корону. Покупаете. А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в танке. В танке тоже выросли. Что вызывает наше удовлетворение. Спасибо. У Пескова чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что рубль уже свалился до 115 рублей за грязную бумажку, как они называют, доллар. Впрочем, понять его можно. Помните знаменитый курс политэкономии от Путина, который вот так вот на пальцах показывал, что мы же, на самом деле, вот такой вот курс доллара нам очень выгоден. Потому что мы же продаем за доллары, а потом зарплату платим в рублях. Ну, то есть, короче говоря, резко подешевевший рубль очень выгоден Путину. Ну, а значит и Пескову. То есть, на самом деле, понятно, что люди в результате того, что в цену продукта, любого практически продукта, входит покупка импортных каких-то составляющих, то, естественно, все в связи с вот таким подорожанием доллара, все начинает дорожать. Но это населению. А Путину-то хорошо, потому что он может за вот эти вот, за подорожавший доллар выплатить гораздо, получить гораздо больше валюты. И за эту дорогую валюту заплатить дешевыми рублями зарплату. То есть, очередной раз надуть население. Вообще, война, это здорово, как утверждает российский телевизор. То есть, масса преимуществ. И землицы приросли, и экономика растет. Но при этом главное не забывать, что все это происходит только в телевизоре. Развиваться события. Понимаю, что, так сказать... Что, вы да не знаете, я все знаю. Ну, ну, нам, так сказать, одесса точно будет русским городом. Ну, это я точно понимаю. Это без вариантов. За все остальное сказать не могу. Нет, я просто не понимаю, зачем нужна Украина. Да не нужна, я про это и говорю. Нет, вот даже через теоретический, какой смысл? Не нужно. Что Украина представляет современному миру? Проблемы. Проблемы. Они доставляют неприятные, они ослабляют нас пока, так сказать, нашему противнику. Да нас они не ослабляют, так получилось, что они нас усилили. Ну, с другой стороны, очищают и усиливают, да? Они нам подарили, благодаря своей политике, землицы немало. Да. Они нам дали 10 с лишним миллионов людей. А сколько гадов убежало? Азовское море стало внутренним российским морем. Наша экономика развивается, несмотря на деятельность некоторых людей. Она все равно развивается. Что они сделают, она все равно растет. Армия у нас сейчас, ну, очевидно, это лучшая армия в мире, с самым большим реальным опытом. То есть, что они... И в завершении. А кому они вообще нужны? Я готовясь к ним. Что, мало ли, что детки заканчиваются? Нет, я готовясь к ним. Вопроса, кому нужна Россия, конечно, в этой студии не возникает. Ну, а насчет того, как здорово, что идет война, что приросли землицы и так далее, не возникает вопрос, а куда делись свыше миллиона человек, которые стали жертвами этой войны, лежат в украинском черноземе. Это, естественно, не возникает. Да кому они нужны, эти граждане России? Использованный материал пушечно-одноразовый, причем, что характерно. Так что здесь, в общем, отношение примерно одинаковое и к Украине, и к своим собственным гражданам. К вопросу о том, зачем нужна Россия. Россия – это такой большой прибор по переработке населения и огромных богатств вот в этот самый пушечный. И нужна для производства неприятностей для всего мира. Впрочем, вот есть такой человек, который претендует на роль придворного философа Дугина, который собирается создавать вообще отдельный мир. В частности, собирается создавать суверенную физику. Вот давайте посмотрим некоторую цитату из его очередного сочинения, что он пишет. «Надо поставить новые цели и идти к ним новыми путями. Подавляющее большинство технических аппаратов построены на принципах старой ньютоновской физики, ну действительно безобразие. Ну как это можно там? Три закона Ньютона до сих пор в школе преподают. Он же не русский. Как можно в школе преподавать законы, которые придумал не русский? Это я так от себя добавляю. А стоило бы более плотно заняться новейшими направлениями. Нам нужна суверенная физика. Пока же мы просто импортозамещаем или пытаемся нагнать западные разработки. С ракетами получается и даже перегнать. Но с цифровыми технологиями, машинами, связью и космосом все обстоит явно не очень. Видимо, обычные законы Ньютона недостаточно патриотичны. А квантовая механика, судя по тому, что пишет Дугин, она вообще явный агент Запада. Ну а теперь я так понимаю, что после того, как Дугин задал вот этот курс развития России, Россия в очередной раз покажет всему миру, как не надо себя вести. Покажет ложный путь, по которому не надо ходить. Видимо, для этого, как в свое время писал Чаадаев, и нужна Россия. Дорогие друзья, мы на этом завершаем очередной 114 выпуск программы «Медиафрения». Завтра мы с вами увидимся, довольно скоро уже в 7.40 будем вместе думать о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Слава Украине, свободу Александру Скобову, всем российским политзаключенным и украинским военнопленным. Всего вам доброго, берегите себя. До завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!